Всем привет! Меня зовут Женя. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня мы с вами будем разговаривать о телефонах, а именно моя история телефонов. Если вам понравится, поставьте лайк, оставьте комментарий, а также можете переходить по ссылке в описании на Telegram-канал. Начнём с того, что первый телефон у меня появился примерно в 7-8 лет. Это был первый класс. Насколько я помню, это был 2006 год, первый класс. Это была Nokia-тапочка. Nokia-кирпич, как говорится. Он как раз-таки был кнопочный, маленькое окошко для дисплея, плюс была труба, я ещё помню. С этим телефоном связана какая история была? Я в первом классе, мы жили в деревне. Эта деревня была максимально опасная, то есть там ходили слухи вообще всякие разные, что там убивают, там похищают детей и так далее. И мне купили этот телефон. Я после школы звонила маме и говорила, что со мной всё нормально, всё хорошо. Мне было тогда 7-8 лет, повторюсь. И тогда, это было зимой, у меня ещё была тогда шапка. Шапка с козырьком таким и ушки такие вот тут были. То есть их можно было убрать, их можно было поставить, и она была такая толстая. Прикреплю, как она выглядит. В общем, эта шапка была очень толстая. И, допустим, была такая ситуация, что я после школы, там у меня заканчивается, все закончились предметы. Я позвонила маме, звоню маме через эту тапочку, а у меня шапку-то я надела, и вот эти уши я тоже как бы надела на свои уши. А я беру телефон, телефон, и поверх этих ушей звоню маме. И такая звоню ей, короче, и говорю, мам, всё, я закончила, сейчас приду. Ну, она меня услышала, а что она говорит мне, я не слышу, потому что я поверх этих ушей, короче, телефон поставила. И такая, мам, мам, я тебя не слышу, что ты там говоришь? И она сто раз, наверное, пыталась повторить одно и то же предложение, которое она хотела мне сказать. Такая, не слышу, не слышу. А потом до меня наконец-то таки дошло, я убрала вот это ухо и такая, а да, мам, о, всё, теперь слышу. Потом я, помню, пришла как раз после этой ситуации домой, и мама говорит, ты чё, глухая, что ли? Я тебе сто раз, я там в трубку, говорит, в трубку кричала, всё, никак не могла ты меня услышать. Вот такая история с этой тапочкой была интересная. Я ещё помню, на ней был такой зелёный дисплей, были игры со змейкой, это 100%, но я не помню, что я в неё играла в то время тогда. Второй телефон был Samsung раскладушка, как говорится. Это был такой телефон, который с кнопками, у него уже дисплей был побольше, он раскладывался вот так вот, и у него при этом тоже была труба. Вот, и самое такое, это был как раз таки со 2 по 5 класс, 2007-2010 год. И на нём, на крышке, вот с этой стороны, было окошко для дисплея. То есть, например, если мне кто-то написал смс, я уже увидела, не открывая, я могла спокойно смотреть время. И, то есть, это было удобно. И можно было посмотреть, кто звонит, например. Игр на нём конкретных не было, была только змейка, я точно помню, и на ней я как раз таки играла. Далее, примерно в 5-6 классе я поехала летом к своей двоюродной сестре, к тёте. Это не мой телефон лично был, но это был телефон у сестры, Nokia как раз таки. Он был такой цветной, у неё лично это был красный, такой квадратненький, ну нет, прямоугольненький он такой был. И по бокам у него были кнопки для, там, допустим, включить музыку, выключить, уменьшить скорость, ой, уменьшить громкость, увеличить громкость. И он прям очень был крутой телефон, он был очень громкий, музыка на нём очень круто слушалась. Как раз таки у неё на этом телефоне уже была загружена Аська. Аська, я не знаю, кто-нибудь помнит это или нет, но я точно это запомнила, потому что я смотрела, как она переписывается с друзьями. И даже не с друзьями, а там с незнакомыми людьми, которые в разных городах. Там был такой зелёный цветочек, там, например, на профиле было написано активен, неактивен, там спит, не спит. То есть очень было прикольно общаться. И я очень хотела себе такой телефон, но мне его, к сожалению, не купили. Далее третий мой телефон уже был сенсорный. Это был пятый класс. Это, кстати, как раз таки в моём классе у меня, у самой первой, появился сенсорный телефон. То есть до этого у всех был кнопочный. Я купила сенсорный, и все дальше пошли покупать сенсорный. Это был Samsung, я не помню какая марка, но он был белый. Там было три кнопочки, центральная, вызов принять, вызов отклонить, сбоку там отключить. Он был белый, и цветочек на углу, и сзади тоже цветочек. Он стоил по тем меркам тогда тысяч пять-семь, и мама брала его для меня в кредит. Было очень дорого по тем временам, вот пять-семь тысяч, это было очень дорого. И я даже помню, у нас раньше были, вот помните ли вы, были такие газеты с телефонами. Там, допустим, Nokia X6 какой-нибудь там стоит там пять тысяч. Такой-то Nokia стоит десять тысяч. Я прикреплю фотографию. Это такая ностальгия просто. Я сейчас смотрю на эти цены, они просто огромные, на такие телефоны. Вот, короче, история с этим телефоном. Мне его купила мама, и я поехала летом опять к сестре в гости. И он был новый, буквально две недели ему было там, но от силы. И я увидела, что у меня там сестра ходит в туалет с телефоном. Общается там, переписывается, и всё норм. А я решила, пойду в туалет тоже с телефоном. А туалет был обычный, деревянный, внутри там два метра вырыто. И я, получается, иду в туалет. Ложу телефон для бумаги туалетной. Есть же вот такая штука, держатель. Кладу телефон, короче, в держатель. Держатель, держатель. Телефон тяжёлый, а держатель не может выдержать этой тяжести. И телефон у меня просто падает в дырку. И я прям, знаете, в таком слоумо просто я вижу, как он падает вот так вот просто. Ну прям вот всё очень медленно. И он, короче, у меня падает прям экраном ко мне. Загорается секунды-две и гаснет. И я понимаю, что всё, он сломался, его больше не достать. После этой ситуации я позвонила маме. Мама была у себя на родине, то есть у нас дома была, там разница там 800 километров. Я говорю, мам, я телефон уронила в туалет. Чё делать? Мама говорит, ну всё, жди меня, я через две недели приеду, я тебе дам люлей. И я эти две недели просто жила, думаю, ну всё, пипец, сейчас мама приедет, мне даст люлей. Я буду горько плакать, я буду очень виновата себя чувствовать. Но нет. Приезжает мама и говорит мне, да ладно же, ничего страшного, это телефон, я тебе куплю такой же, ничего страшного. Видимо, за две недели она просто успокоилась, приняла тот факт, что я угробила новый телефон в туалет и просто, ну, смирилась с этим. И в итоге, короче, через месяц мне мама заново купила этот же телефон. Вот такая вот история с третьим телефоном. Далее четвёртый телефон у меня появился уже в десятом классе. Это был как раз-таки, это была тоже интересная история. Мама тогда общалась, ну, с другом, и этот друг просто отдал ей айфон 5С. Это был, сейчас скажу какой год, 2016 год. Это был тогда десятый класс, да. И он, короче, купил айфон для работы, чтобы там что-то зарабатывать, как-то я на те времена, я не знаю, как они зарабатывали через айфон. Он купил его, кнопка центральная была сломана уже, он её сломал. То есть вот эта кнопка была выведена на сам экран. И, короче, и он ей такое говорит, этот айфон мне не нужен, я с него ничего не зарабатываю. Если хочешь, можешь забирать. Мама такая, ну, ладно, я заберу, что у меня лишний телефон будет. И она приходит ко мне и говорит, Женя, это как что за телефон? Я говорю, вот, говорю, а, это айфон, блин, какой крутой. И она говорит, я всё равно в этом ничего не понимаю, забирай себе. И я такая, окей, заберу. Это был серебряный, серебристый айфон 5s. Он был без стекла, без стекла, без ничего. То есть он прям вообще максимально такой, в заводской, ну, такой был, без защиты. И я, когда пришла в 10 классе, показала всем, что у меня айфон появился. Все такие, ну, ты по-любому насосала, по-любому насосала. Я такая думаю, откуда мне всего-то 17 лет было там, 16 от силы, какое? Вообще, такая думаю, ну, ладно. Тогда в те времена же был стереотип, что если у тебя айфон, то ты насосала. Это сейчас ты как бы никого не удивишь, там, ну, легко можешь купить себе там айфон. Вот. А по тем временам это казалось что-то такое немыслимое. И я ходила с ним, и потом в какой-то момент я училась в школе, и он, у нас закончился урок, и я его случайно не заметила, и он просто падает на пол об кафель. Об кафель, он был без стекла, без ничего защитного. И у меня просто там раздолбывается все. Осколок, короче, осколок стекла, осколок раскалывается полностью. И экран у меня, вот, вот, телефон, и вот экран вот так вот вываливается, короче, вот так вот. Кое-как я с ним еще проходила полгода, наверное. Вообще, надо мной одноклассники просто ржали, говорит, ага, вот твой айфон, типа, сломался. Но тогда, правда, очень хлипкая была вот именно стекло у них. Я не знаю почему, сам дисплей очень был хрупкий. И, короче, я поменяла этот телефон 5S на 4S. Я не знаю что, у меня просто вариантов не было. Я не хотела ходить с каким-то раздолбанным айфоном. Я решила поменять на модель ниже, 4S. Там еще как раз-таки была вот эта зарядка большая. В принципе, разницы я не почувствовала. Просто зарядка была другая. И проходила я с ним тоже где-то, может, полгода, но недолго. Следующий телефон у меня появляется в 18-19 лет. Это уже был университет. Сейчас скажу, 2017-2018 год. Это был как раз-таки, мама мне купила телефон. Это был Samsung Galaxy A6 синий. На Новый год это был подарок. Он по тем временам стоил 25 тысяч. Тоже взяли его в кредит, в общем. И хороший был телефон, ничего не скажу. Только я... Там сзади, короче, был Touch ID, но я им не пользовалась. Потому что он меня подлагивал. Он через раз работал, короче, вообще. Вот. И я его просто отключила. Вообще всё супер ходила. Просто в чехле носила, без стекла. Он меня не ломался, хоть я его уроняла. Там 100 раз на кафель, на асфальт. Вообще ничего с ним не было. Потом я в итоге его, короче, отдала своему брату. Что вы думаете? Он через две недели его раздолбал просто окончательно. Он просто вот сломался в корню. И я не знаю как. Я с ним два года ходила. Там два с половиной у меня норм был. А мой брат за две недели его просто раздолбал. Ну, не знаю. И в 21-м году у меня появляется айфон. Я как раз-таки уже начала работать. К тому времени мне одобрили кредит на 11-й айфон сиреневый. Тогда, я помню, прям была мода на эти айфоны. Плюс они подешевели. И я взяла его. Выплатила где-то за полгода. Он стоил тогда 52 тысячи. Но вышло почему-то у меня со всеми страховками, с чехлами, стёклами. Все 60, короче, там вышло. Вот. И всё до сих пор хожу нормально, всё устраивает. Вот. Кстати, да. Я заметила какую-то тенденцию, что каждые там 2-3 года я просто меняю телефоны. Ну, у меня телефоны, в принципе, долго держатся. На этом, наверное, буду заканчивать видео. В принципе, как видите, телефонов у меня было немного. И сразу такая ностальгия вспоминалась у меня. Все телефоны, которые когда-то у меня были. Я прям сидела и вспоминала. Так, в каком году у меня был такой-то телефон? Очень интересно посмотреть на ваши комментарии, какие у вас раньше были телефоны. Видели ли вы эти газеты с надписями, ценами и картинками? Очень интересно послушать. Переходите по ссылкам, телеграм-канал. Вот. Я там рассказываю о своей жизни. А также ставьте лайки, оставляйте комментарии.